В этот раз финал викторины «Мы с тобой, казаки» прошел в стенах центральной библиотеки. Все вопросы, а их было 16, посвящены участию лобинских казаков в исторических событиях. Вопросы об участии лобинских казаков в Кавказской, Русско-Турецкой, в Текинском походе, в Первой мировой и Великой Отечественной войне. Очень сложные вопросы, но ребята справились. Были такие интересные работы, они как бы весят защита диплома исторического факультета. Ученики школ и студенты СУЗов достаточно хорошо изучили историю своих предков. Самое главное, что мы преследуем в этом, это патриотическое воспитание молодежи. Чтобы наши дети, они знали глубоко историю. Эту викторину, все вопросы, они посвящены именно Лобинскому району, казакам, станиц Лобинского района. Чтобы они знали историю своей малой родины, своей станицы, своего города. Может быть, управление образованием, у них другие задачи. У них задача дать ребенку знания. А наша задача вырастить патриота. Патриота, чтобы он любил свою родину и хорошо знал. А любить, прежде всего, нужно знать свою историю. Если мы не будем знать своей истории, а нам есть чем гордиться нашей историей. Что касается награждения, оно пройдет в торжественной обстановке совсем скоро. Мы традиционно награждаем победителей 26 апреля, в день принятия закона о реабилитации репрессированных народов. На главной площади, мы так считаем, города Лобинска, у памятника казакам за веру царя Отечества, жизнь свою положивших в городском парке. И победители, и призеры будут награждены ценными подарками, грамотами атамана района. А также будут премированными поездкой на 20 апреля в город Краснодар на парад исторических отделов Кубанского казачьего войска. С посещением музея краевого имени Фелицина. Они увидят регалии Кубанского казачьего войска. С посещением Суворовской крепости в городе Усть-Лобинск. И вот имена победителей. На третьем месте Чеботарева Виктория из 10-й школы. Второе место разделили Акимова Диана из 33-й школы и Богушева Дарья из средней школы номер 6. На первом месте Индрузский Андрей. Он учится в 16-й школе. Что касается коллективных работ. Второе место у Лобинского медицинского колледжа. А первое место разделили 11-я городская школа и 28-я казачья школа Станицы Вознесенской. Людмила Никонова, Игорь Исаков, Георгий Сопов, телекомпания Лоба.